Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Юлия Кондратенов, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о самых зимостойких сортах персика для выращивания в суровом нашем климате. Многие садоводы по-прежнему боятся выращивать персик, считая его очень теплолюбивой культурой. Изначально это было так, но за последнее столетие данная культура значительно продвинулась на север. И сейчас персик вполне успешно растет не только в центральной зоне Белоруссии, но и гораздо севернее Витебска и даже дальше при соответствующем уходе. Итак, почему же персик? Персик по сравнению, например, с абрикосом имеет целый ряд ценных преимуществ, которые сделают ваш выбор персика более осознанным. Итак, почему именно персик? Во-первых, это очень скороплодная культура. Современные сорта персика вступают в подвношение иногда прямо в год посадки в сад. Затем, позднее цветение. Есть такая проблема, как возвратные заморозки. К сожалению, абрикос регулярно практически попадает под возвратные заморозки в мае, которые повреждают зависть, которые повреждают цветки, бутоны, и мы опять остаемся без урожая. Тогда как персик, зацветая одним из последних, гарантированно уходит от этих возвратных заморозков, и вы имеете свой урожай. Третье. Для персика, для большинства сортов персика, характерна самоплодность, самоопыляемость. Для них не нужно подбирать опылителя. Конечно, опылитель желателен, в таком случае вы получите максимальный урожай. Но если вы посадите даже одно деревце персика, вы будете иметь урожай. Тогда как с абрикосом данный вариант не пройдет. Ему обязательно нужен опылитель. И, наконец, для персика характерна очень высокая восстановительная способность и адаптивность. Он приспособленец. Он легко восстанавливается даже после суровых зим, когда погибает вся надземная часть. Но если у вас сохранился хотя бы кусочек привитой части, хотя бы кусочек стволика под снегом, вы срезаете, замазываете. И через год после восстановления кроны вы опять имеете свой гарантированный урожай. Итак, выращивать персик не стоит бояться. Главное выбрать самые зимостойкие адаптивные сорта. Для наших условий оптимальными сортами, самыми зимостойкими, являются такие, как Новоселковский, Донецкий Белый, Донецкий Желтый, Елгавский, Сианец Старка и Персик Лойка. Итак, коротко о этих сортах. Одним из самых зимостойких является Новоселковский. Данный сорт отличается высокой урожайностью, выдерживает холода до минус 28 градусов мороза, имеет средний срок созревания плодов. Плоды среднего, либо чуть ниже среднего размера, весом до 60-80 грамм. Окраска их светло-желтая, с ярким размытым румянцем. Мякоть сочная, с приятным кисло-сладким вкусом, устойчив к такой опасной болезни, как курчавость. Вообще все сорта персика поражаются той или иной степени данной заболевания. И предупредить эту болезнь можно, либо посадив устойчивый сорт, либо своевременно обработав его препаратами, фунгицидами в критические моменты, когда болезнь только-только начинается. Донецкий желтый, сорт украинской селекции, отличается, тем не менее, довольно высокой зимостойкостью, прекрасно переносит наши зимы и высокой урожайностью. Донецкий желтый, это один из самых крупноплодных сортов персика. Некоторые плоды достигают 250 грамм. Мякоть светло-желтая, нежная, тающая, очень сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, с преобладанием именно сласти. Косточка отделяется плохо, то есть это классический персик. Созревает он в середине-конце августа. Имеет красивую желтую окраску основную с размытым по части плода красным румянцем. Донецкий белый, в отличие от донецкого желтого, имеет плоды чуть помельче и белую окраску мякоти, но тоже достаточно зимостойк. При условии выращивания этих сортов под защитой какого-то строения, забора от северного ветра, чтобы защитить, он гарантированно дает урожай ежегодно. Сеяниц Тарка. Данный сорт, пока еще так называют сеяниц Тарка, это, пожалуй, единственный почти неокрашенный сорт. Он имеет сплошную светло-желтую или светло-сладовую окраску. Сладкий, очень зимостойкий. Вот, например, мы недавно проводили изучение зимостойкости персика после перезимовки. Все они перезимовали хорошо. И сеяниц Тарка один из лучших по своей зимостойкости. Имеет крупные плоды с приятным вкусом, сладким и даже с легким дынным ароматом. Следующий сорт, который отличается очень высокой адаптивностью, это Елгавский. Сорт прибалтийской селекции. Следует отметить, что в Прибалтике, конечно, климат может чуть мягче, но там есть такая особенность, что очень много оттепелей и перепадов температур. И данный персик на эти перепады практически не реагирует, не просыпается, чего нельзя сказать о таких южных сортах, как, допустим, Red Heaven или Краснощеки. Эти сорта отличаются очень высокой пробудимостью, тогда как Елгавский стабильно ждет наступления настоящей весны. Плоды у него средней или чуть ниже средней величины, приятного вкуса, очень сочные, с нежной мякотью. Кстати, вот у сеянца Старка это единственный сорт с мякотью плотной. Зимостойкий. Хорошо переносит наши зимы без подмерзания, либо с минимальным подмерзанием. Легко восстанавливается после морозов. Скороплодный, самоопыляющийся, то есть самый плодный. Для него необязательно даже иметь растение другого сорта. Достаточно посадить всего лишь один такой вот саженец. И, наконец, персик Лойко. Этот сорт именно создан в Институте плодоводства в Беларуси и максимально адаптирован к нашим условиям. Для него характерный самый ранний срок созревания. Он уже созревает в конце июля, тогда как подавляющее большинство остальных сортов, вот вышеперечисленных, созревает в середине-конце августа. Отличается максимальной зимостойкостью из всех вышеперечисленных на уровне Новоселковского и даже выше. Среднерослый. Высота кроны до 3,5 метров. Он тоже отличается скороплодностью, вступает в плодоношение на 2-3 год, высокой урожайностью и самоплодностью. То есть опылитель ему тоже не требуется. Размер плодов средний. Максимальный вес 130-150 грамм. Как и другие сорта, он имеет красивый ярко-розово-красный румянчик по желтому фону. Косточка тоже отделяется не очень хорошо. Это вообще характерный пока признак для наших сортов персика, но я думаю наши селекционеры поработают над этим и создадут сорта, у которых косточка будет отделяться гораздо лучше. Мякоть у него желтая, плотная, хрящеватая, приятная на вкус. Таким образом, вот эти 6 сортов, из которых вы сможете выбрать для себя тот конкретно, который вам придется по вкусу. Как же посадить персик? Ведь урожайность и качество плодов зависит не только от сорта, но и от того ухода, который мы обеспечим этому растению. Учитывая все-таки его происхождение, персик у нас в суровом климате можно выращивать разными способами. Некоторые люди практикуют выращивание в теплицах, аналогично виноградным. В теплицах, у которых снимается одна стенка летом, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, прогревание, инсоляцию. Есть методика выращивания персиков пристеночной теплице или пристеночная культура. В данном случае персики сажаются где-то на расстоянии метр от стены, желательно южный, юго-западный, на шпалеру. Стена выступает в роли аккумулятора тепла, создавая оптимальные условия для развития и созревания плодов. И, наконец, выращивание традиционным способом на открытом месте, в открытом грунте. Но в таком случае следует позаботиться об экспозиции посадки, то есть желательно выбрать склон южный, юго-западный. Или чтобы ваше дерево с севера, с северо-востока, откуда дуют самые холодные ветра, было прикрыто каким-либо строением, другими деревьями, забором высоким. Таким образом мы создадим для растения персика лучшие условия, где он сможет реализовать свой потенциал. Что касается непосредственно посадки. В посадочную яму мы вносим традиционные комплексные предпосадочные удобрения, питательную почву, компост, 20-25 кг на каждое растение. Обязательно добавляем дополнительно немного суперфосфата в посадочную яму. Это улучшает укоренение, способствует образованию дополнительных корней растения. При формировке мы рекомендуем выращивать персик в форме куста. Это обеспечивает максимальную адаптивную и восстановительную способность в случае, если персик подмерзнет. К сожалению, у нас один раз в 5-7 лет случаются очень суровые зимы, когда температура воздуха падает ниже 30 градусов мороза. И тогда подмерзает не только персик и абрикос, но и другие более зимостойкие культуры. Так вот, формировка в виде куста, либо деревца с низким штамбом для выращивания персика в суровом климате оптимальна. Так сохраняется максимальное количество древесины. Обрезка. Персик склонен к загущению. Поэтому его обязательно нужно обрезать, аэрировать крону, делать ее более прозрачной, проветриваемой и не бояться ни в коем случае резать, резать и резать. Почему? У персика, у всех сортов персика выраженная склонность к перегрузке урожаем. А это приводит к тому, что большое количество плодов не может вызреть качественно. Им не хватает элементарного питания. В результате вы получаете большое количество небольших и не очень вкусных, недозревших персиков. Поэтому нормировать нужно обязательно при помощи как обрезки, удаляя излишнюю древесину, так и выщипывая лишнюю зависть. Лучше получить достаточное количество отличного качества персиков, чем большое количество мелких и не вызревших. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш сайт Процветок. Смотрите наши видео и сажайте персики. Ведь весна это лучшее время для их посадки.